Ничего нового, мы опять главные враги. Александр Ставер в военном обозрении за 29 июня 2021 года. Очень часто на страницах наших СМИ появляются материалы о том, что у нас в США, в НАТО, в Пекине или еще где-то существует огромное количество так называемых ястребов, которые только тем и занимаются, что подталкивают мир к войне. Очень забавно читать статьи, основным посылом которых является фраза из мультфильма про кота Леопольда. Ребят, давайте жить дружно. Как-то странно устроена человеческая память. Всего лишь 100 лет назад мы уже решили, что должны жить дружно со всеми. Помните знаменитое «не мира, не войны, а армию распустить»? Ведь распустили. Бросила распропагандированная армия воевать, и пошли солдаты домой, под бок с женам. Чем это закончилось для России, напоминать не буду, как и то, сколько смертей россиянам стоило это решение. Сколько миротворцев высадили десанты на наших границах. Еще нелепее выглядит рассуждение о какой-то мировой совести, о желании большинства жить в мире с соседями. Жить хорошо хотят все. Американцы хотят, чтобы лучше всех жили в США. Немцы – в Германии, французы – во Франции, россияне – в России и так далее. Однако мы как-то не дочитываем усеченную фразу про «лучше всех», а ведь полностью она звучит немного по-другому. Лучше всех остальных, значит все остальные должны жить хуже. Ничего не изменилось. Мы были и остаемся главным врагом. Сегодня ведется множество споров на разных уровнях о том, кто же главный враг США и Европы. Сторонники китайской версии во главу угла ставят быстро растущую экономическую мощь дракона. Сторонники российской версии в большей степени акцентируют внимание на отставание армии НАТО в области вооружения и разработке современных видов оружия. Мне ближе вторая версия. Хотя наличие суперсовременного вооружения я не считаю решающим фактором в отношении к нашей стране. Причина, по моему мнению, в другом, в самом наличии огромного государства, которое впитало в себя множество народов, разных рас, религий, укладов жизни, традиций, даже языков, и при этом, сохранив все различия народов, стало монолитным и единым целым. И это государство, даже практически полностью меняя свое политическое устройство, многократно доказывало свою эффективность в войнах с объединенной Европой. Вспоминается прекрасное определение, которое дала Россия сатирик Задорнов. Азиопа. Страна, соединившая в себе культуры и традиции двух частей света. Мы материка, а не страна, со всеми вытекающими отсюда особенностями. О необходимости быть бдительными и реагировать мгновенно на выпады глобального запада нам недавно напомнили британцы. Просто так, без какой-то надобности, спровоцировав наших пограничников и ВВС на жесткие меры против нарушителя границы. Но есть и другие, малозаметные для простого обывателя, но важные для военных факторы, о которых я сегодня напомню. Любая армия находится в состоянии постоянного обучения. Связано это не только с появлением новой техники и вооружения, но и с ротацией личного состава. С изменением военной стратегии и тактики боя. Каждый солдат и офицер обязан владеть боевой техникой и оружием так, чтобы применять его наиболее эффективно. Это же относится и к умениям командного состава. Для проведения такого обучения ежегодно составляется план оперативной и боевой подготовки. Именно о таком плане вы сегодня и узнаете подробнее. О плане оперативной и боевой подготовки Объединенных Вооруженных Сил НАТО в 2021 году. В помощь я возьму материал, который составил полковник Широков. Командование Объединенных Вооруженных Сил Североатлантического Союза и Вооруженных Сил Стран-Участниц в 2021 году намеренно организовать оперативную и боевую подготовку с учетом взятого западом курса на стратегическое сдерживание Российской Федерации, а также роста террористических и других видов угроз для безопасности НАТО. Думаю, что никого не смущают красивые слова о террористических угрозах безопасности НАТО. Для ликвидации таких угроз совсем не обязательно иметь ядерное оружие, авианосцы, крейсера, стратегические бомбардировщики и тому подобное. Четко определена главная опасность для НАТО – Россия. Курс на стратегическое сдерживание – это всего лишь купирование любых возможностей и ответных действий со стороны нашего государства. Всего по коалиционным, совместным и национальным планам предусматривается провести около 450 командно-штабных КШУ и войсковых учений в 2020 году – более 460. Незначительное снижение количества учебно-боевых мероприятий обусловлено введением в ряде стран блока ограничительных мер, основанных на прогнозах распространения COVID-19. Думаю, читатели понимают масштаб подготовки армии НАТО к боевым действиям в Европе и в приграничных России странах. Я привел эту цифру просто потому, что когда в СМИ проходит сообщение об очередных учениях НАТО в каком-либо районе Европы, создается впечатление, что европейские армии решают какие-то мелкие задачи, не способные привести к глобальной войне. На самом деле все обстоит совсем не так. Тактические операции, которые отрабатывает Альянс, являются всего лишь частью общей стратегии блока. Главной целью ОБП заявлено поддержание необходимого уровня готовности штабов к руководству подчиненными формированиями в сложных условиях обстановки, а также способности ОВС НАТО решать весь комплекс задач в военном конфликте против государства, обладающего широкими возможностями, от введения гибридного противоборства до применения оружия массового поражения. Масштаб учений, который создает впечатление серьезности подготовки частей и подразделений, это не только желание скрыть реальные задачи обучения личного состава, но и элементарная неготовность европейских армий к быстрым перемещениям по Европе. Инфраструктура попросту не подготовлена для таких целей. Вспомните, как в предыдущие годы целые эшелоны боевой техники были остановлены из-за отсутствия именно инфраструктуры. Командование НАТО просто вынуждено проводить боевое сглаживание частей и подразделений различных стран в небольших масштабах. Бюрократия Европы в этом случае играет на стороне России. Приоритетными направлениями боевой подготовки войск НАТО определены расширение возможностей тактических ядерных сил ТИАС, противовоздушной и противоракетной обороны ПВО-ПРО. И опять все просто, ПВО и ПРО это понятно, а вот ТИАС. Это, кстати, ответ нашим сторонникам мира и дружбы. Дружба, когда обе стороны прекрасно знают, что противник вполне способен в особый период применить ЯО, пусть и в тактическом варианте, попахивает неприятным душком. Особенно учитывая демографическую ситуацию в европейской части России, да и в самой Европе количество крупных городов в особенности. Годовой цикл обучения подразделений ТИАС Альянса включает 6 КШУ, в ходе которых предполагается совершенствовать алгоритмы перехода от применения обычного оружия к ядерному. Глобальная оборона Европы при нападении русских. Понятно, что средства на содержание Альянса можно получить лишь нагнетая истерию по поводу нападения России на Европу. Та самая пятая статья Вашингтонского договора. НАТО активно разрабатывает мероприятия по организации обороны российским баллистическим ракетам и высокоточному оружию большой дальности ВТО БД. На сегодняшний день уже проведены три мероприятия по этой теме. Это КШУ, Стэдфаст АМЭ, Апрель, войсковые учения Формидбл, Шилд, Май и серия из восьми учений под общим наименованием Дефендер Европ, Май и Юнь. Если рассматривать учения в комплексе, то становится ясно, что Альянс отработал развертывание применения одновременно двух межвидовых группировок ОВС НАТО на юго-востоке Европы и в Эстонии. На каких же рубежах решили обороняться члены Альянса? Где сегодня находятся те самые примерно 40 тысяч военнослужащих, 15 тысяч единиц ВВТ НАТО и государств-партнеров? Где мы увидим армаду натовских кораблей? Напомню, самые крупные учения вступают в решающую фазу. Естественно, первое, что отрабатывают военные, это логистика. Американцы перебросят дивизию через океан, около 9 тысяч человек на границу с РФ. Таким образом, общая численность военных США достигнет 29 тысяч. НАТО развернет крупные коалиционные группировки в Причерноморье, Балтийском регионе, Албании, Румынии и Болгарии. Цель ясна. Учитывая натовский флот в Черном море и эту группировку, становится понятным, что основная цель – это блокирование российского флота в Черном море. Тем самым, НАТО получает возможность для уничтожения российской группировки в Средиземном и Черном морях. Не меньшее внимание НАТО уделяют и северному направлению. Особое беспокойство, так же как во времена СССР, вызывает подводный флот России. Именно поэтому основное внимание планируется уделить организации борьбы с подводными силами Северного флота на Фареро-Исландском противолодочном рубеже. Там уже прошли учения Dynamic Guard февраль и Joint Warrior 1 апрель. В планах Альянса провести еще учения для совершенствования боевой работы. Dynamic Mariner сентябрь и Joint Warrior 2 октябрь. Причем при обработке сценариев этих учений даже не создается видимости существования какого-то абстрактного врага. Работают конкретно против русских. Сухопутная компонента на севере Европы заключается в отработке помощи в защите Эстонии. Сейчас активно развивают инфраструктуру для быстрой доставки военнослужащих и техники в эту страну. Это не выглядит глобальной опасностью. Калининград как был, так и остается основной целью НАТО. Но как отвлекающий манер, как возможность связать основные силы российской армии на какой-то период, вполне подходит. Есть еще одна сфера, где активно проводятся учения различных уровней. Это киберпространство. НАТО активно готовится к вмешательству противника в работу информационных систем Запада. Все чаще и чаще мы слышим о российских хакерах, о несчастных американских мясокомбинатах, которые обесточили по приказу лично Путина, про то, что беспорядки в европейских странах организовали именно мы. Ближайшее учение мы увидим осенью. КШУ Cyber Coalition. Ноябрь. Именно там будет продолжено изучение возможностей и целесообразности задействования статьи 5 Вашингтонского договора в ответ на кибератаки и другие асимметричные действия противника. Именно там Альянс попробует прикрыть информационное пространство приграничных стран от воздействия российских хакеров. Что в итоге? И вернусь к размышлениям из начала материала. Кто ж такие ястребы? Кровожадные монстры? Или реалисты, которые просто знают и понимают чуть больше, чем остальные? Альянс НАТО демонстрирует открыто, подтверждая это своей деятельностью, что готовится противостоять России. Риторика, которую использует руководство блока, крайне агрессивна. Можем мы в такой обстановке говорить, а давайте жить дружно? Можем мы делать доброе лицо в условиях, когда в официальных документах НАТО четко сказано о возможности проведения учебно-боевых мероприятий на нашей границе с использованием элементов ТИАС. Можем не замечать полеты бомбардировщиков Б-52 вдоль наших границ или авианосной группы в Средиземном море с ядерным оружием на борту. Условный пуск ракет с ядерными боеголовками в любой момент может стать реальным. Один командир бомбардировщика может начать мировую войну, которая уничтожит Землю. Один командир корабля может сделать то же самое. Особенно в условиях, когда командир эсминца, на котором могут находиться ракеты с ядерными боеголовками, позволяет себе на трехкратное предупреждение пограничников о возможности открытия стрельбы по его кораблю, ответить, не понимаю вас. НАТО не отказывается от военно-стратегического, политического и психологического давления на Россию. По моему мнению, наши западные партнеры взяли курс на преднамеренную эскалацию военно-политической напряженности вблизи границы России. А значит, небо России должны контролировать ястребы, орлы, соколы и прочие хищники, способные отвадить неприятеля от желания вообще появляться у наших гнезд. Время голубей пока не пришло. Александр Ставер. Ничего нового, мы опять главные враги. Отдельное спасибо автору за написание кириллицей всех иностранных слов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok